Иван Сергеевич Тургенев Родился Иван Сергеевич Тургенев 9 ноября 1818 года в городе Орел. Семья его и по матери, и по отцу принадлежала к дворянскому классу. Первое образование Тургенев получил в имении Спасское-Лутовиного. Грамоте мальчика учили немецкие и французские учителя. С 1827 года семья переехала в Москву. Затем обучение Тургенева проходило в частных пансионатах Москвы, после чего в Московском университете. Не окончив его, Тургенев перевелся на философский факультет Петербургского университета. Также учился за границей, после чего путешествовал по Европе. Лето и начало осени 1846 года Иван Тургенев, которому тогда было 29 лет, провел в имении своей матери, Спасское-Лутовиного. Он почти не брался за перо в эти дни, зато много охотился. С ранней юности Иван Сергеевич пристрастился к охоте и старался каждый год уделить любимому занятию время. В тот год его постоянным спутником на охоте был егерь Афанасий Алифанов. Тургенев объезжал большие расстояния и во время охоты часто ночевал в ближайших деревнях и лесных сторожках. И во время этих отлуччиков много общался с местными жителями. В октябре 1846 года Иван Сергеевич вернулся в Петербург. И тут узнал, что журнал «Современник» возглавили его товарищи по литературному цеху Николай Некрасов и Иван Панаев. Редакция обратилась с просьбой к Тургеневу прислать новые сочинения для наполнения первого номера обновленного журнала. Тогда и появился рассказ «Хорь и Калиныч», который был опубликован в «Современнике» в январе 1847 года. Рассказ вызвал столь большой резонанс и так полюбился читателям, что эта реакция заставила Ивана Тургенева продолжить поднятую им тему. Летом 1847 года Тургенев в компании своего друга Виссариона Белинского уехал в город Зальцбрун, где писатель и продолжил сочинять новые рассказы будущего сборника. Интересно, что название сборника появилось почти случайно. Когда Иван Панаев готовил первый рассказ «Хорь и Калиныч к печати», он дал ему подзаголовок из записок охотника, чтобы уже в заглавии ввести читателя в курс дела и дать настрой на все его произведения. В итоге, когда Тургенев написал остальные рассказы и решил объединить их в единую книгу, он остановился на названии записки охотника. «Очерк Хорь и Калиныч», в котором автор рассказывает о двух мужиках, встретившихся ему в Жистринском уезде Орловской губернии. Один из них, Хорь, после пожара поселился со своим семейством далеко в лесу, промышлял торговлей, исправно платил барину оброк и слыл административной головой и рационалистом. Идеалист Калиныч, напротив, витал в облаках, побаивался даже собственной жены. Перед барином благоговел. Нрав имел кроткий, в то же время он мог заговаривать кровь, избавлял от страхов, имел власть над пчелами. Новые знакомые очень заинтересовали рассказчика. Он с удовольствием слушал рассказы столь непохожих друг на друга людей. Безалаберному охотнику, из очерка Ермолая и Мельничиха, барин разрешил жить где угодно, при условии, что тот будет ежемесячно приносить ему на кухню две пары тетеревов и куропаток. Рассказчику довелось заночевать вместе с Ермолаем вдоль в доме Мельника. В его жене, Арине Тимофеевне, можно было угадать дворовую женщину. Выяснилось, что она долго жила в Петербурге, служила горничной в богатом доме и была у барыни на хорошем счету. Когда же Арина попросила у хозяев разрешения выйти замуж за лакея Петрушку, барыня приказала стричь девушку и отправить в деревню. Лакей был отправлен в солдаты. Местный Мельник, выкупив красавицу, взял ее в жены. Встреча с доктором из очерка «Уездный лекарь» позволила автору записать историю безнадежной любви. Приехав однажды по вызову в дом небогатой помещицы, медик увидел пребывающую в лихорадке девушку. Попытки спасти больную успехом не увенчались. Проведя с Александрой Андреевной все ее последние дни, доктор и спустя годы не смог забыть того отчаянного бессилия, которое возникает, когда не можешь удержать в руках чужую жизнь. Помещик Родилов Из очерка «Мой сосед Родилов» Производил впечатление человека, вся душа которого ушла на время внутрь. В течение трех лет он был счастлив в браке. Когда жена умерла от родов, сердце его словно окаменело. Теперь он жил с матушкой и Ольгой, сестрой покойной жены. Взгляд Ольги, когда помещик делился с охотником своими воспоминаниями, показался странным. На лице девушки были написаны и сострадание, и ревность. Через неделю рассказчик узнал, что Родилов вместе с Золовкой уехал в неизвестном направлении. Из очерка «Бежен лук». Ребятишки, отправившиеся ночью стеречь табун, до рассвета рассказывали истории про домового, который водится на фабрике. Про слободского плотника Гаврилу, ставшего невеселым после встречи с русалкой. Про безумную акулину, испорченную водяным. Один из подростков, Павел, отправился за водой, а по возвращении сообщил, что слышал голос Васи, мальчика, утонувшего в речке. Ребята решили, что это плохая примета. Вскоре Павел погиб, упав с лошади. Мелкопоместному дворянину из очерка Петр Петрович Каратаев приглянулась крепостная девушка Матрена, принадлежавшая богатой помещице Марье Ильи Нижне. Попытки выкупить симпатичную пивуню ни к чему не привели. Старая барыня, напротив, отправила холопку в степную деревню. Отыскав девушку, Каратаев устроил для нее побег. Несколько месяцев влюбленные были счастливы. Идиллия закончилась после того, как помещица узнала, где прячется беглянка. Пошли жалобы исправнику. Петр Петрович начал нервничать. В один из дней Матрена, поняв, что спокойной жизни больше не будет, отправилась к барыне и выдала себя.